СЕРДЦЕ АМАНА СЕРДЦЕ АМАНА СЕРДЦЕ АМАНА СЕРДЦЕ АМАНА Здравствуйте. Сегодня я хочу поговорить с вами вот о чем отношение между миловиним сердцем и сердцем Бога. Сегодня если мы посмотрим книгу «Исфирь», в ней есть сердце царя и сердце Амана. Если вы посмотрите пятую главу, девятый стих написано «в тот день иными словами днем и вышел Аман в тот день веселый и благодушный а в первом стихе шестой главы написано «Той ночью царь никак не мог уснуть Аман был самым приближённым царь находится в беспокойстве, а Манжи находится в радости. Бог заботится обо мне, а я не могу в это поверить. Бог защищает меня, а я нахожусь в страхе». Эта история показывает разницу души. Царь беспокоился об Исфири. Царица Исфирь «Она пришла ко мне, хотя я не звал ее». Царь не знает, что произошло с ней, и он размышлял о своем царстве. И он погрузился в разные мысли. И вдруг открываются ворота. Царь был удивлен. «Кто же это? Ведь убьет, если прийти без приглашения. Ведь любой человек, который входит во внутренний двор без приглашения царя, должен быть казнён. Царь должен протянуть золотой скипетр, чтобы остаться в живых. Если кто-то войдёт, должен умереть». Царь погрузился в разные мысли. Вдруг открылись ворота. Он подумал, «Кто же это? Я же никого не приглашал. Ведь за это могут казнить». Он был в изумлении. Двери открылись полностью. И явилась царица Исфирь. Он был в изумлении. Сама царица. А вдруг, если бы меня здесь не было, если бы я отсутствовал, она же могла умереть. «Если бы я проводил совещание или встречал бы гостей или пошёл бы на охоту, её бы могли быть убить. Она же ведь знает об этом. Но почему же она пришла сюда?» Он был удивлён. И сразу протянул золотой скипетр. Царица коснулась конца скипетра. Царь тихо сказал Исфири. «Царица Исфирь, что тебе и какая просьба твоя даже до полуцарства будет дано тебе?» И царица была немножко взволнована. Она улыбнулась перед царём и сказала, «Если царю благогодно, пусть придёт царь на пир, который я приготовил ему. Пускай он придёт с Амана». Царь сказал, «Сходите скорее за Аманом!» И он пришёл на пир. Царица Исфирь, рискуя своей жизнью, пришла к царю. Ведь она не просто так пришла к нему. Ведь не просто так она пришла к царю. Точно что-то произошло, что связано с жизнью царицы. Поэтому она рисковала своей жизнью. Он не был заинтересован в питье. Он говорит, «Царица Исфирь, что тебе, царица Исфирь? Какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена. Скажи! Тогда царица тихо отвечала. Он думал, что Амана скажет свою просьбу. Но Амана сказала, «Если тебе угодно, если ты любишь меня, то приди на пир, который я приготовлю завтра. И тогда завтра я исполню слово царя». «Если бы я был бы на месте царя, я бы сказал, «Царица Исфирь, я приказываю, скажите вашу просьбу. Я больше не могу ждать!» У меня, знаете, такой торопливый характер. Может быть, поэтому я не смог стать царем. Быть царем — это великое дело. «Если бы я был бы царем, была бы беда», царь сказал. Он сказал, «Хорошо, я приду». И закончился пир. На том же пиру вместе с царем Артаксерцем присутствовал Аман и царица Исфирь. Они троем пили вино. В сердце Исфири есть беспокойствие. И царь понимает, что что-то случилось связанное с жизнью Исфири. Однако она не рассказывает, что случилось. Я же царь страны! Что же такое произошло, что моя супруга рискует свою жизнь и приходит ко мне, а я не знаю этого? Ему было очень жалко. Он не мог уснуть. Он не мог спать. Он сказал, «Принесите днив. Я не могу уснуть». Царь в беспокойстве не мог уснуть. Аман же находился в веселье. «Ой, у меня есть власть. Только я один присутствовал на пире. Только меня пригласила царица Исфирь». Вот в чем проблема. Наше сердце и сердце Бога, когда отличаются, изначально наши сердца отличались. Нет ни одного человека, у которого было бы сердце Бога. Поэтому мы должны открывать Библию. и не просто читать истории, которые написаны в Библии. Мы не должны читать просто интересные моменты Библии. Через Библию мы должны узнать истинное сердце Бога. Узнать причину, по которой Бог написал ту или иную историю. Для чего же Бог говорит об этом? Вот что мы должны обнаружить в Библии. Если вы узнаете сердце Бога, когда ваше сердце будет единым с сердцем Бога, тогда вы станете подходящими людьми, которых Бог может использовать. Когда я служил в деревне Подон, в то время наша церковь была очень маленькой. В маленьком молитвенном доме собиралось где-то 20-30 человек. И рядом была большая церковь, которая называлась Намечон. И это была большая церковь. в сравнении с ними наша церковь была смешной. Но однажды пастор той церкви позвонил мне и говорит, «Вы пастор церкви в Подон?» Да. Я такой-то служитель церкви Намечон. Он говорит, «Пастор, ведь должен быть этикет служения. Вот, я слышал, что люди, которые называют себя учениками, приходят к домам наших братьев и сестер. Разве так можно?» Я ответил ему, «Уважаемый пастор, я слышал, что вы называете нас еретиками». Он говорит, «О, вы об этом слышали?» «Да, конечно, я слышал». «Есть люди, которые из вашей церкви приходят к нам и рассказывают». Я сказал, «Пастор, как вы можете с еретиками обсуждать этику?» «Мы же еретики». «Поэтому не надо говорить нам о этике». Я сказал, «По слову Иисуса мы посещаем каждые дома. Когда встречаем людей, которые верят в Иисуса, мы общаемся через слово. Если встречаем неверующих, мы говорим, чтобы они верили в Иисуса». Что здесь неправильно? Спросите у Бога, что неправильно. Он говорит, «Вот, с еретиками невозможно общаться». В то время наша церковь действительно была очень некрасивой. Даже в моих глазах она была никчемной. А он был пастором большой церкви. Знаете, у меня ничего не было хорошего. я не всю Библию знаю. Я знаю только некоторые моменты из Библии. Но в чем же заключается причина, по которой Бог написал ту или иную историю, даже когда мы читаем одинаковую историю? то, что рассказывает нам Библия, история сама отличается от других историй. А именно в этих историях есть сердце Бога. И когда мы смотрим на сердце Бога, мы увидим, что наше сердце это хуже, чем мусор. И даже если мы пастора, наши сердца ужасные, намного хуже, что стыдно становится, но все равно, когда у нас что-то получается, мы считаем, что мы сделали хорошо и возвышаем себя. И отдаляемся от Господа Бога. Есть сердце, которое мы можем найти только в Библии. Есть беседа, где разговаривает царь Артаксерца Мана. После пира у царя Артаксерца на сердце остался вопрос, который он не смог получить ответ. А Аманше он веселится и довольствует. О, я такой хороший. Царица пригласила меня. О, у меня высокая должность. у меня есть много богатства. Ведь Амана скоро убьют. Он ведь умирает. Но он не знает об этом. Хотя он скоро умрет. Он пришел, чтобы должить, чтобы повесили Мардахея. Что, что, что вы хотите делать с Мардахеем? он же спас вашу жизнь. Я должен возвысить его. Я должен что-то сделать ему. Царь думает, что же сделать ему? Аман поставил же дерево в 50 локтей, чтобы повесить Мардахея. Слава Богу, Аман не успел рассказать об этом. И прошел тот день. царь спросил у Амана, что мне сделать с человеком, которого я хочу возвысить? Очень хорошо можно увидеть наше сердце. О, я хороший, я умный, Бог возвысил меня, и царица пригласила только меня. Он даже не знает, почему царица пригласила его. Но его сердце возгордилось. Что уже мне попросить? А, это же он обо мне говорит. Я все попробовал, но я не надел венец царя. Я все пробовал, у меня нет недостатков, но я не одевал царскую одежду. Я не ездил над царской лошади. И Аман говорит, тому человеку, которого царь хочет отличить, пусть принесут коня царя, дадут одеяние царское, и возложат венец царя, и ходят вокруг города, и дадут самому первому князю, и пускай говорят перед днем. Царь был в изумлении. Так этот Аман хочет надеть мой венец. Он хочет надеть царское одеяние. Он хочет ездить на царском коне. Так он хочет отнять мое место. Но царь ничего не сказал. Он сказал «Точно же пойди к Мордахею и дай ему царское одеяние и коня и надень венец и говори те слова, которые ты сказал только что». Вот что делает Господь Бог с теми, которые противятся Богу. подниматься или возвысить себя или наоборот падать. Все это происходит через Бога. Однако глупые люди считают, что у них был хороший способ, они думают, что они сделали хорошо, или думают, что они умные, поэтому у них получилось. у меня были проблемы с сердцем. И я ничего не мог поделать с этим. Болица Ханьян в Корее ничего не смогли поделать. В Америке самый известный специалист ООН сказал мне, что ничем не может помочь, поэтому я вернулся в Корею. В моем сердце был Бог. Но я не понимал, что Бог может сделать для моего здоровья. Я думал, почему же Бог допустил такую проблему? Я думал, что же Бог сделать с этой болезнью? это был 99-й год. Тогда мне было где-то 66, наверное. Но однажды в моем сердце летом на конференции я лег в палате. Я подумал. И в моем сердце появилась вера, что Бог дал мне здоровье. Вот о чем я начал размышлять. с того дня я начал заниматься бегом. К моему удивлению, Бог начал действовать во мне. Конечно, я не смогу жить вечно с этим телом, но по крайней мере, до сегодняшнего дня я был здоровым, за что я славлю Бога. Я пастор. Но все равно это не значит, что у меня всегда сердце Бога. Когда появляются маленькие или большие трудности, я впадаю в отчаяние, я беспокоюсь, я говорю, Господи, есть такая проблема. Да, я молюсь. Но чем мои чувствования, которые я чувствую, когда я молюсь, и то, что я вижу, а также то, что видит Бог, они отличаются полностью. поэтому я читаю и читаю Библию. И когда нарушиваю сердце Бога, я вижу, что сердце Бога отличается от моего сердца. А также когда мое сердце становится ближе к Богу, в каком-то вопросе если у меня становится одно сердце с Богом, тогда Бог становится хозяином всех моих вопросов. И я видел, как Он ведет меня. Если об этом говорить точно, Бог любит меня, и Он очистил мои грехи, Он сделал все для меня. Но из-за того, что я не верю в Бога, я говорю, да, спасибо, и живу с этим. Однако, когда появляется маленькая проблема, а, ведь со мной Бог, тогда это не проблема. Когда я встречаю братьев сестер, у которых есть болезни, я им рассказываю, какое сердце у Бога по отношению к ним. Бог любит тебя. Бог защищает тебя. Сестра, веруй в Бога. Тогда Бог будет действовать. Смотри на Бога. Тогда брат и сестра они начинают смотреть на Бога. Тогда мы можем увидеть, как Господь Бог удивительным образом действует в них. Но в тот момент мы вспоминали свои ошибки, то, что мы сделали ошибки, и все эти памяти приходят к нам и говорят, Бог в тебе не будет действовать. Какая у тебя вера-то есть? Тогда у такого человека не образуется вера в Бога. Когда царица эсфирь стала перед царем Артоксерцем, она пошла без приглашения царя. Но она верила в Бога. Верила в царя. Что царь также не убьет меня. А что если бы царь не был бы на месте? Тогда Бог будет действовать. И она вошла во внутренний двор царьского дома. И царица эсфирь, а также смогла спасти себя, Мардахиа и весь иудейский народ. То, что я сейчас делаю, позволяет мне жить. Позволяет жить людям, которые слышат Евангелие. Они получают спасение, приобретают вечную жизнь. И это дело точно радует Бога. Поэтому в этой области я всем сердцем бегу вперед. Я благодарен, что Бог открывает путь, чтобы я мог служить Евангелию. Божество из вас получили прощение грехов. Вы получили любовь к Богу. Получили Его милость. Вы получили благодать Иисуса. Хотя мы верим в Иисуса, но очень часто люди не верят в благодать. Если есть Иисус, Он сказал, что любит нас. написано, так возлюбил Господь мир. Ведь в ваших библиях есть это слово. Вы же знаете это слово. Еще раз я скажу. Бог мир. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Есть ли такой Бог у нас ради вас, чего Он будет жалеть? Два человека могут получить спасение. Поэтому я думаю, спасать вас или нет? Разве так Бог говорит? Нет, конечно. Он желает, чтобы все получили спасение. Хочет всем помочь. Он не такой, который помогает одним, а другим не помогает. Однако вы же часто думаете, что Бог не будет помогать вам. Поэтому нужно собирать деньги, поэтому нужно заботиться о себе, поэтому нужно что-то закупать, нужно делать то, другое, третье. Конечно, нужно покупать квартиры, надо зарабатывать деньги, нужно учиться, но не просто нужно покупать квартиры. Из-за того, что мы не верим в Бога, если вы заботитесь о себе, а вдруг Бог это не сделает мне? Именно такие мысли есть у нас. Но если мы глубже будем думать, если мы внимательно прочитаем Библию, Бог возлюбил нас в книге Свири, царь Архтексерс, он беспокоился ночью. У царицы Свирь, ведь что-то точно случилось, и зная, что если войти во внутренний двор царский, она может умереть, но когда она открыла ворота, как же ей было страшно, но почему же она пришла сюда, в чем же заключается причина, что же произошло с ее жизнью, царь размышлял об этом, царица Свирь, что тебе царица Свирь, какая просьба твоя, даже до полуцарства дано будет тебе, пожалуйста, расскажи свою просьбу, я все сделаю ради тебя, но что сказала царица Свирь, приди на пир вместе с Амана, он пришел с Аманом на пир, на самом деле царю не интересен этот пир, ему интересно узнать, почему же царица пришла к нему, но никто не может рассказать об этом, об этом знает только царица, он спросил, царица Свирь, что тебе царица Свирь, какая просьба твоя, даже до полуцарства дано будет тебе, да, было бы хорошо, если бы царица Свирь сразу рассказала, вот царь, вот это, вот это произошло у меня, но царица сказала, если я нашла благоволение, если угодно тебе, царь, я приготовлю царь завтра и приди снова с Аманом, тогда и завтра я исполню слово царя, любопытство царя не может оставить его, поэтому царь ночью не мог уснуть, я же царь, что же произошло у царицы Свири и я не смог защитить ее, что она, рискуя своей жизнью, пришла ко мне, царица Свирь, хотя бы сейчас расскажи свою просьбу, я действительно помогу тебе, это было сердце царя, понимаете, это есть сердце Иисуса по отношению к вам, скажите аминь, это сердце Иисуса по отношению к вам, пресвиктор Хуан, какая просьба твоя, что тебе, даже до полуцарства дано будет тебе, дякон ли, какая просьба твоя, что тебе, даже до полуцарства будет дано тебе, вот с таким сердцем Иисус обращается к нам, мы же, поскольку не знаем великую любовь Господа Бога к нам, мы думаем, я должен сделать хорошо, я должен быть верным, я тогда смогу получить что-то, я должен много пожертвовать, тогда только царь будет нас любить, Бог будет любить нас, вот как мы думаем. Иными словами, находясь в мире человека, мы не можем приблизиться к миру Бога, поэтому находимся на уровне человеческих мыслей и представлений человека, мы думаем о Боге, поэтому нашей вере нет силы, нет радости, когда встречаем маленькую проблему, мы чувствуем страх, должны беспокоиться, должны переживать, мы верим всемогущего Бога, когда сегодня я готов к руповеди, все братья и сестры и слушатели, я желаю, чтобы услышали голос царя, все мы являемся невестами царя, царь говорит, царица сверь, какая просьба твоя, что тебе, даже до полуцарства будет дано тебе, только пожалуйста расскажи свою просьбу, Бог все знает, мы думаем только на уровне человека, ой, я сделал то, я проповедовал, я был волонтером, ой, Бог, спасибо тебе, ой, я сделал ошибки, ой, Бог, прости меня, не хочу идти в церковь, скажите честно, у вас есть такие мысли? У вас нет подобных мыслей? У вас же есть такие мысли, да? На Библии, давайте будем строить нашу жизнь, Бог, который является нашим царем, конечно, Бог лучше знает, царь Артарксерс, он говорит, приди ко мне, Бог, почему ты допустил эту ситуацию мне? Потому что я хочу увидеть тебя, знаешь, что сделала сфель? Она рисковала своей жизнью, пришла к царю, так же я хотел тебя увидеть, поэтому немножко сделал такое, приди ко мне, хочется, чтобы вы услышали голос Бога, я человек, у которого есть множество недостатков, но Бог закрыл все мои недостатки и позволил мне стать закафедрой, в скором времени мне уже будет 80, я счастлив, что могу становиться за кафедрой среди наших служителей есть служители, которые изучают такой вопрос а что именно человек, который дольше всех проповедовал в мире он посчитал сколько часов проповедовал Мартин Лютер хотя он не жил в то время но есть люди которые изучают такие вопросы и говорят что пастор Ксупак служил душе всех хотя пастор Лихангю не знает все мои проповеди я начал миссисскую школу в 76 году сейчас поступил 81 набор и без остановки мы проповедовали слово но Господь Бог чем я больше проповедую слово и чем я глубже проникаю в Библию я обнаруживаю сердце Бога до спасения я был никчемным человеком но чтобы люди не говорили в мире обо мне Бог не смотрел на это Он не смотрел на недостатки Он не смотрел на недостатки Якова Бог возлюбил нас Он хотел чтобы мы служили за Его любовью мы принимаем Его любовь и наше сердце хотя имеет недостатки хотя мы слабые но это милость Бога поэтому написано не от дел не от дел написано в Библии написано по благодати вы спасены и это не от вас а Божий дар написано не от дел послушайте внимательно какие бы добрые дела вы не совершили что бы ценное вы бы не сделали не из-за дела Бог дает благословение если посмотреть наоборот какой бы зло вы бы не сделали какой бы грех вы не совершили есть кровь креста которая может очистить все поэтому Бог не иметь никаких недостатков чтобы благословить нас все ведь мы скверные верно понимите руку кто из вас чист скажите кто чистый пасырь янгдоман надел белую рубашку поэтому кажется чистым но душа же не чистая все мы скверные но Бог возлюбил нас по этой причине не говорите что я сделал что то хорошее и не говорите я сделал что то плохо причина по которым я люблю вас не потому что вы сделали хорошо поскольку вы сделали плохо поэтому я послал Иисуса аминь аминь если мы поменяем наше сердце наша жизнь полностью изменится не нужно мучиться из-за ваших дел знаете пришел один пастор пакна беловолосый сначала у него были темные волосы но как-то быстро стали белые волосы стали белыми белыми за короткое время и он когда утром просыпается читает библию целый день очень ценный служитель ай вот такой служитель есть нашей миссии так было хорошо он младше меня но цвет волос такой же как у меня иди вроде бы одинаково во всех вопросах мы живем вместе одинаково и сердце которое любит Христа наши братья и сестры не должны становиться подобны мне хочется чтобы они были подобны пастору Чжан Юнг Пак когда я слушаю его слово не лично но через видео я слышу и вижу как Господь действует в нем рядом со мной стоит пастор Джосиф я рассматрив его жизнь недавно приехал миссионер Тами он служил в Индии и я ясно увидел как он жил в Индии и у меня появлялось уважение к нему знаете много лет тому назад я был в Атланте и в Атланте небольшом городе жила наша сестра с мужем американца и я был у нее дома и в городе который называется Колумбус жили корейцы я не услышал что приезжает пастор Ксупак и несколько сестер пришли навстречу ко мне и мать служителя Тами получается отец пастора Тами был солдатом и приехал в Корею они полюбили друг друга и женились потом сначала родился Терри потом Тами и третий Крис родилось трое сыновей и все они были наркоманами отец и Терри и Тами и Крис но Май Тами подумала я не могу жить с ним и поэтому приехала Колумбус чтобы встретить юриста и некая женщина услышала что приезжает пастор Ксупак и она хотела услышать слово она думала я так занята можешь поехать вместо меня и она пришла навстречу ко мне пришли несколько сестер но я никого не знал она сидела в углу ей было неудобно она хотела уйти а я вошел тогда в зал ее сын употребляет наркотические вещества у них не было веры надежды но услышав мое слово у нее появилась вера что ее сын изменится и она послушала меня потом она села в транспорт когда села в транспорт она размышляла о том слове которое я передавал ей она поняла а тогда мои грехи прощены именно так действовал бог затем она начала ходить в церковь в атланте два часа из города колумбус она садилась впереди за рулем а сзади садились ее трое сыновей и они ехали четвером четыре часа они ехали в церковь чтобы участвовать на собрании потом Терри получил спасение и Тами получил спасение Терри пришел в мистецкую школу а Тами продолжал быть в бандитской группировке но однажды она больше не могла жить с мужем и она подготовила документы ее муж говорил любое время принеси документы и сказал я подпишу и она принесла документы ее муж удивился и Терри сказал папа расписывайся услышав слова Терри он испугался и сказал простите меня я виноват все что вы сделаете я буду делать только не надо разводиться хорошо договорились и мать сказала пойдем со мной в церковь пребывай в церкви пока не получишь спасения и не возвращайся каждый день он употреблял наркотические вещества но после спасения он изменился полностью и смотря на их семью знаете я плохо знал Тами но в этот раз я хорошо узнал его знаете он был лидером бандитской криминальной группировки и ходил где-то с 20 человеками в этот раз я узнал кто становится бандитом люди у которых совсем нет мысли становятся бандитами Тами такой простой я слышал как он жил в Индии знаете не просто поверхностно но внутри видно что действует Бог и мне хотелось построить молитвен дом в Индии все хочется сделать ради него знаете я несколько времени прожил вместе с ним я пойду в Америку знаете не просто на словах я видел как его душе действует Бог Бог идет вместе с ним очень просто теперь Терри стал служителем Тами стал великим служителем есть люди которые одели просто одежду миссионера и те которые внутри сердца любят Бога и они отличаются многие люди поверхностно только одевают одежду миссионера как же эти братья могут быть такими простыми как же они могут любить Бога я был очень благодарен несколько детей его здесь и дети подобные ангелам я говорю Тами ты получил благословение от Бога вот что можно увидеть твоя мама ведь кореянка но кажется что ты как будто пришел с небес и его словах чувствуется сердце Бога одинаково верим Бога получаем прощение грехов и служим Господу Богу и желанием человека следуем за человеческими методами и есть человек который наполнен способом Бога и они полностью отличаются в них невозможно найти ничего полотского и Господь Бог делает нас такими поверхностно все виды духовной жизни но мире души мире сердца есть деяние Бога смотрите царь не мог уснуть что-то произошло у царицы свиль и царь беспокоится не может уснуть Аман же он веселится мы перелистываем одну главу и видим как Аман умирает так же касается нашей жизни люди чьи сердца возгордились как сердце Неймана и люди которые имеют сердце царя они некрасивые внешне у них нет особых талантов они не молодцы но те люди у которых сердце Бога те люди которые верят в сердце Бога у таких людей Бог желает действовать сегодня у нас у всех у вас Бог приготовил все чтобы действовать в вас но те люди чьи сердце отличаются от сердца Бога царь хотел узнать сердце эсфири он хотел узнать что же мучает ее не надо просто читать Библию давайте будем познавать сердце Бога когда мы будем следовать за сердцем Бога я верю что вас будут удивительные деяния Господа Бога спасибо за